Вопрос номер один. Как называется бумага, из которой я делаю цветы? Все цветы, что вы видите на моем канале, в бесплатных мастер-классах сделаны из гофрированной бумаги. Это бумага итальянского производства. Вот так это пишется и чтобы вас не смешить, произносить эту фирму не стану, к сожалению, не знаю итальянского. Я предпочитаю бумагу плотностью 180 грамм. Она хорошо тянется и отлично держит форму. Вопрос номер два. Где я покупаю эту бумагу? Сама я купила ее на оптовой базе и так уж вышло, что успела сделать большую закупку по хорошей цене. Но для использования в личных целях бумагу можно купить в любом магазине для творчества. Например, магазин Леонардо или поискать в обычных магазинах канцелярских товаров. Но если и с этим засада, то в интернете полно сайтов, предлагающих свои услуги по покупке и доставке этой бумаги. Вопрос номер три. Кто меня учил делать эти цветы? Не поверите, никто. Как-то раз я попала на бесплатный мастер-класс Натальи Дроздовой. Она зарядила меня уверенностью, что я смогу, и я начала делать. Сначала получалось смешно, но потом каждый раз я исправляла свои ошибки предыдущих работ и делала их все лучше. Летом я буквально разбирала живые цветы с клумб по лепестку и смотрела, как они там внутри крепятся у природы. И затем эти знания переносила на бумагу. Мне хочется добиться максимальной натуральности, но с природой все же не тягаться. Вопрос номер четыре. Этот вопрос вызывает очень много споров. Куда нужны эти гиганты? Я допускаю, что есть на планете люди, которые так любят цветы, что хотят окружать себя ими ежедневно. Но все же пусть это будут живые цветы. Да-да, я с этим согласна. Но наступают в жизни моменты, когда просто цветов мало, хочется сделать эдакий вау. И тогда на помощь приходят огромные ростовые цветы. Оформить праздник, сделать необычный подарок, оформить комнату на выписку из роддома, задекорировать витрину магазина или входную группу кафе. Все это делается не на века, а на довольно короткий промежуток времени, максимум один месяц. И отсюда рождается вопрос номер пять. Как, собственно, ухаживать за этими цветами? Но для начала не стоит их хранить слишком долго. Цветы просто выгорают под прямыми солнечными лучами, поэтому просто не ставьте их на свет. Борьба с пылью эта тема очень будоражит умы. Да нет тут никакой проблемы, просто пропылесосьте их и все. Но ничего цветку от пылесоса не будет. И если совсем честно, я сама переворачиваю цветок вниз бутоном и просто трясу его в ванну. И нет никакой пыли. И в завершение моего маленького сюжета хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто смотрит мой канал и пишет мне. Вы вдохновляете меня на новые работы. Мне очень приятно читать ваши комментарии. Вы заряжаете меня своей добротой. Пишите мне больше. Задавайте вопросы. Высказывайте пожелания. Чтобы мир стал лучше, я считаю, нужно начинать с себя. Поэтому давайте будем удивляться прекрасному сами. Давайте удивлять и радовать близких. Я желаю вам хорошего настроения и счастья. Всем удачи. Пока-пока. На-пока. Пока-пока. Пока. Пока-пока.